всем привет всем огромный пламя итальянский чап у меня тут шумит это хлебопечка как видели я сегодня хлеб буду делать в хлебопечке давно сто лет уже не делала там нашла один какой-то классический рецепт простой классический рецепт простой классический рецепт пока буду делать он доволен что теперь балкон постоянно открытый на ночь мы его закрываем конечно утром было жарко я приоткрыла немножко приоткрыла чтобы туда-сюда заходил сейчас наблюдала такую картину я была внутри видела что там что ты мягкоешь на балконе томас был на балконе и одна птица пролетела прямо мимо балкона и он так блин чуть ли это самое хорошо что она по низу пролетела а не поверху чтобы а то бы прыгнула наверно так классно уже в мальчике можно ходить по дому потому что благо действительно у нас уже жара началась и я уже теплую пижаму как говорится на стирку кинула и сегодня одену демисезонную пижаму по ночам у нас еще прохладненько поэтому как говорится более менее теплые пижамы еще надо одевать но уже не зимнюю такую теплую вот как недавно у нас были холода да и прям прям холодно было мне прям замерзала резко жара и все уже жарко в этой пижаме сейчас я делаю хлеб и вот и сразу заполняю что мне надо купить мне сегодня надо в аптеку сходить потому что мне сказали сегодня прийти в аптеку забрать мои лекарства вот ну и там сразу супермаркет зайду надо купить корм попугаем закончился бедный потом все томасу томасу о попугаях можно сказать забыли нет не забыли просто я вам не рассказываю не показываю все нормально все у них нормально девочка больше яйцо не несет вот они вдвоем сидят себе на жердочке воркают там друг друга чешут кушают пьют все нормально единственное что короб закончится а единственное что томас за ними гоняется вот когда он у нас наверху вот мы должны за ним следить в общем чтобы он клетки не подходил ну ладно он подходит клетки но когда он начинает карабкаться по клетке дал сигнал что уже крышку не открывать вот наверное начинает нагревать уже хлебопечка ну давайте мы уже поняли и томас уже скалолаз у нас начинает еще раз бог троицу любит да начинает лезть пока по клетке и тем самым пугает этих попугаев бедных они по клетке как оглашенные все 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 вот когда это сказала и он перестал пипикать нормально в общем сейчас заполняю что надо купить чтобы ничего не 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 забыть раз уж я иду в супермаркет чтобы ничего не забыла и кстати мне ленусик вчера леночка волдаваночка написала что у них ломбардии обязаны действительно носить все маски и даже на улице потому что вроде как на улице обнаружили этот вирус летающий а и говорит что у входа супермаркет если кто стоит полиция если кто без маски их штрафуют там обставлять в италии уже штрафы добрались до 3000 евро были сначала 206 евро и потом выше-выше-выше-выше-выше так у меня вот такая вот гора галашки собралась сейчас начну гладить смотрю взорова жить томас тут бесится что бы тетяне тешилась лишь бы не плакал не мякала так я сейчас пораньше пообедаю вот и потом пойду в супермаркет и в аптеку а никита сегодня до часу учится и он потом когда я вернусь он потом будет обед и когда я вернусь уже как раз я сейчас буду себе отварить вареники у меня вот как раз пол пачки с капустой и грибочками у меня есть еще сметанка так что сейчас по нашему пообедаю быстренько не пойду собираться сейчас уже сметана наложила ведь размешала что будут снова как тот казак из блин как это вечера на хуторе блин диканки варениками стыдки они огромные со сметаной вот так буду обмазывать как тот казак но конечно не целиком они сильно огромные слюнки текут колодные наверно слышно у нас колокола звенят нашим наши кейзи ровно 12 дня ну все я собралась еду я решила я бы пешком спокойно прошлась бы но у меня столько покупок намечается я хочу рассады кое-какие еще посмотреть вот поэтому решила на машине ехать надеюсь она мне заведется потому что так долго не водила машину она же старенькая бедная надеюсь сейчас заведется и поеду фу как жарко в машине ужас завелась елки-палки ну значит я поехала сейчас посмотрю куда зайду сначала в аптеку или супермаркет если супермаркете будет вот мало очереди то я сначала в супермаркет конечно потому что пока мало людей надо пользоваться моментом в аптеках обычно меньшей очереди чем супермаркетах ну все поехала так что я как порядок надела маску ну блин так жарко сразу а представляете летом когда будет петь пекло сейчас уже у нас жарко очень и маской вообще сдохнуть можно мне передо мной один человек и я сейчас зайду сначала в аптеку как я взяла тележку потому что там рассады и саженцы чтобы они не мялись пока буду покупку покупать кто-то оставил чек смотрите на какую сумму человек отоварился нифига себе отоварились сразу видно что человек очень редко выходит магазин ой я тоже сейчас накупила так ну пил накупил аж на 37 евро сейчас надеюсь что все вместе в эту сумку все сейчас домой поеду наконец-то никиту кормить обедом хорошо все таки что я на машине потому что у меня такая сумка тяжелая была что я бы ее пешком еле-еле доперла бы еще тем более пешком еще по такой жаре но я уже могла я уже сняла кофту видите как у нас уже лето полном смысле слова так купила уже все рассортировала я томасу кстати очень много пик купила его корма пока было со скидкой туалета ему не купила потому что дешевый туалет быстро разбирают когда там со скидкой а дорогой туалет сильно дорогой не купила ладно пока еще есть а и кстати попугайчиком тоже корм не купила там был корм но только для птичек наверно канарейки всякие туда-сюда вот и он весь какой-то грязный такой какой-то непонятный корм в общем придется другой раз ехать специализированный магазин покупать там корм для для попугаев и зеленый горошек я купила последняя пачка была зеленого горошка сейчас посмотрю как его надо садить я вот не помню надо 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 ли замачивать или не надо вот я честно говоря не помню сейчас я почитаю инструкцию и потом купила вот шампунь была со скидкой и купила хороший шпинат что мне нравится постоянно он уже чистый отмытый сортированный все такое дырка стена такой шпинат ну все в принципе вот такой вот я корм купила была с хорошей скидкой и я сейчас сумка упала и пробилась вот сейчас придется ему дать этот корм благо он уже открытый пробилась там дырка такая прям аж сок вытекает а кстати сейчас я покажу хлеб у меня готов смотрите какой у меня хлеб уже готов какой красивый интересный получился как батончик вот я могла бы сделать на больше как бы повыше но я не хочу я сделала только на полкило муки я не хотела делать на 750 грамм муки ну что он был бы еще выше а если а можно делать еще и на килограмм так он на полную форму будет представьте вот такой кирпич но вот посмотрим насколько нам этот хватит этого хлеба на сегодня завтра на завтра ли хватит ли нет тут на полкило муки красивый пахнет я когда только зашла после магазина домой сразу запахло хлебом конкретно вот кстати пока меня не было пришла какая-то посылка пришел курьер но никита пошел взял ее без меня первый раз да первый раз ты сам взял посылку да первый раз первый раз никита сам взял посылку который принес про который приносит обычные курьеры то обычно я хожу беру первый раз молодец взял все нормально так ну все я пила шалфей вот сейчас тоже надо будет куда-то посадить пересадить купила розмарин потому что я не знаю тот тот розмарин который мы взяли у свекрови когда он как он выживет не выживет будет растение расти в общем я решила купить такой розмарин благо он такой богатый красивый вот всего другого сорта был другой сорт помидор это уже какой-то крупный сорт и джиганте вот это но это не бычий серый сердце это какой-то крупный сорт помидор вообще взяла 4 кустика я решила у себя на балконе потом посажу два кустика остальные два у свекрови вот потому что я себя на балконе хочу других сортов купить потом но пока что эти два посажу пока что так кстати нет не в этот раз в магазине не протирать не протирали уже вот эти вот как это тележки уже не протирали как прошлый раз когда я была все нормально все заходили как заходили вот и у нас до сих пор нет такой обязаловки носить маски нет у нас все спокойно и я даже кстати когда стояла сначала в очереди в аптеке там подошла одна старушечка такая сеньора с палочкой в пальто таком классическом смехом со смехом представляете а у на улице жара такая прическа такая ся накрученная но видно что такая сеньора хорошая и без маски вот один парень не хотел ей дать номерок и говорит у меня номер быстрее вашего хотел пропустить ее вперед не 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 надо я постою я постою туда-сюда что там загорелись за маски сеньора почему без маски вы же вы что такой возраст все таки она горит я не могу найти маску я одна живу говорит она одна живет не знаю где ее все родственники ничто где ее дочери внуки или есть а может быть и вообще у нее не было детей не знаю в общем одна живет она сказала играть я не могу найти маску бедная и она сама видать не шьет вот так вот и ходит без маски представляете прожила сеньора вот на машине она приводит машину такая вся тюки-пики так что и я парилась в этой маске конкретно парилась блин сейчас я постираю снова поглажу потому что эта маска такая ее можно стирать на моя маска смотрите что мне этот поросенок сделал елки-палки пока мне не было он тут сам был взял как-то перелез через эту сетку опрокинул скалолаз наш смотрите что мне наделал вся земля попорылся в земле видать там где место свободное было потому что там раньше был куст салата я его уже убрал здесь тоже забрал аку с салатом ладно мне не жалко конечно главном там там же базилик где-то был а нет он еще есть слава богу вижу-вижу вот эти есть базилик остался я задумал погиб базилик мне не жалко конечно пусть роет землю как говорится пусть мусор но дело в том что он потом эту землю несет в дом понимаете и он на кровать к нам лезет тоже где-то взяли опады ты что очень приятно ты поросенок поросенок такой что узкоглазый гатучинези мы на него говорим китайский кот у него глаза узкие делает на солнце тоже узкие глаза гатучинези солнышко солнышко теперь теперь я уже одного не могу оставлять на балконе уже страшно что он снова будет туда лезть на тот огород и копать землю рыть землю блин все в туалет туда ходишь что ли так пока я на балконе стою сейчас сразу расскажу про этих двух братьев меня пухлый слон спрашивал что одного хозяина или двух хозяина нет два брата один живет здесь у него он хозяин своего дома сосед другой брат он тоже хозяин на себе своего дома так что они оба хозяины это его дом а это его дом в общем не помню кто из них старше по моему вот этот старший вот это дом старшего сына брата то есть он там хозяин а это дом младшего брата он там тоже хозяин так что они оба хозяина это не оба дома не на одного хозяина на обоих хозяев так что вот так ответила младшая внутренней статью так ну что когда посадила и 2 2 2 помидорки посадила остальные 2 и отнесу завтра вот завтра если завтра вы должны поехать к свекрови я там друг две рассады посажу там помидоры а уже потом когда карантин закроет мы поедем в специализированные магазины я куплю 2 2 2 других сорта для своего балкона так что посадила в те места где именно салата уже не было где более-менее пространство было кстати я недавно покупала удобрение специально для помидорных помидорных помидорные удобрения в общем вот и вот только что вспомнила хорошо что я вспомнила и перед тем как посадить уже пораскидала везде вот эти удобрения вот пусть земля пропитается хорошо так смотрите что пришло какая посылка для арину пришло я пришла я принципе так и знала что это пришли маски потому что он недавно заказывал маски вот такие маски тресси три таких маски они именно чтобы мыть их можно было они многоразового использования и одни с дырочкой чтобы можно было дышать все удобно и и с такими наушниками такие очень классные маски он заплатил 3 евро около трех евро за три маски таких вообще здорово да закрывает подбородок хорошо вот нос и дышать легко и хоть маска в рот не за низа низа со низа как говорится не попадает потому что вы сегодня когда была в маске в той голубой иногда иногда засовывается попадает в рот вот эта тряпка ну надо просто хорошо разворачивать так что у нас теперь и голубые и черные маски моду 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 сейчас мода пошла на маски каких масок только нельзя найти я смотрела по телевизору кто в чём кто одевает ведро на голову но ведро ладно кто одевает полиэтиленовый мешок на голову там дырку только для делу для рта есть и все кто то что гора закосит там что-то придумать я уже сейчас и не вспомню что черепашки ниндзя так дороги ниндзя